Есть Путин, период правительства Волошина-Касьянова, и второй Путин, это правительство Путина, ну и неизвестно кого, собственно говоря, правительство Путина, потому что там менялись фигуры, и в общем это было не так уж важно. И мы знаем, что произошло, что было такой вообще разделительной чертой всей политической карьеры Путина до сегодняшнего дня, как мы её видим. Разделительной чертой, безусловно, было дело ЮКОСа. Это, значит, вот 2003 год, вторая половина 2003 года, в октябре был арестован Ходорковский, после этого сразу ушёл в отставку Волошин, началась фактически вторая эра Путина. Была некоторая проблема, собственно, политическая у Владимира Владимировича, потому что всё-таки он пришёл в политику нетрадиционным образом, он пришёл как выдвиженец некоторой группы, и он был связан определёнными обязательствами. Так вот, это делало ещё более сложными определённые национальные преобразования, преобразования вот в сфере регулирования права, но параллельно происходил ещё один процесс. Начала всё дальше и дальше расти нефть. Вот баланс этих вещей, он как бы определил разворот. Чем выше цены на нефть, тем яснее становится, что тот, кто распоряжается нефтяным экспортом, тот, кто контролирует денежные потоки от экспорта энергоносителей, тот и является ключевой фигурой, его роль возрастает. Цена вопроса оказалась столь высокой, что Владимир Путин решил совершенно радикально изменить вот тот расклад силы, ту конвенцию, которая в элитах существовала. Да, то есть он начинал как антикризисный менеджер, по сути, невольно оказался в ситуации, а к 2003 году он оказался человеком в ситуации распорядителя на растущих доходах. Очень точно, мне нравится это. И надо отдать должное, что как антикризисный менеджер он во многом был хорош. Так если я правильно помню, он всё время это подчёркивал, он говорил всё время, я нанятый менеджер. Да, это была такая тема, это была тема с 2000 года, но потом она куда-то ушла, нанятый менеджер не выбирает, кого он посадит в тюрьму, кого не посадит. А если нанятый менеджер начинает решать, этого посажу, этого не посажу, то это уже Путин с 2000-2002 года, это немножко другой Путин. Конечно, в том, как Путин воспользовался вот той новой ситуацией, которая перед ним открылась, было очень много личностного. Но мы знали и другого Путина, гораздо более сдержанного, вдумчивого и осторожного. Ситуация была трудная, и как антикризисный менеджер Путин себя проявлял явно бойцовские качества и определенную силу, и умение лавировать. У него был такой люфт, когда он был непонятен, он мог качнуться и сюда, и туда. Во втором периоде, когда вот началась эта некоторая другая экономическая история, началась немножко другая страна, потому что российский бюджет 1999 года был, по-моему, 25 миллиардов долларов. А там российский бюджет 2007-2008 года, это уже примерно 250 миллиардов долларов, это разные страны. Так вот, когда началась эта вторая история, то действительно эти же самые качества, они все оказались негативом, на мой взгляд. Этот политический стиль, это стиль постоянной войны. Постоянно идет некоторая война, сила является центральным понятием, центральным героем всех событий. Во внешней политике, ведь там был такой удивительный феномен, когда у Владимира Путина получилось как бы решить внутриполитические свои проблемы, свои проблемы основные, напугав как бы элиты тем, что он расправился с одним олигархом. И он затем решил перенести этот способ во внешнюю политику, и в частности, вот там на пространство СНГ. И там это дало совершенно другой эффект. Там было проиграно все, именно благодаря тому, что он тем же методом решил, теми же методами примерно решил действовать в этой сфере. В Ритате у нас сегодня практически нет вообще друзей. Да, в одиночестве, конечно. Да, и только умножится армия тех людей, которые ищут защиту от этой дружбы нашей. Программа «Большой дозор».